Здравствуйте, дорогие зрители! В прошлом видео я рассказывала вам о том, что Суперфарм предлагает быстрые тесты на коронавирус. И также они предлагают тесты на коронавирус для вылета из Израиля. Давайте вместе посмотрим подробнее, что это за предложение. Итак, это проверка ПЦР-тест на коронавирус, которую необходимо делать не ранее, чем за 72 часа до вылета. Также очень важный момент. Фирма говорит о том, что необходимо заполнить специальную анкету до того, как вы придете делать проверку на коронавирус. Необходимо принести с собой Даркон или же его копию для того, чтобы сделать тест. И также результаты будут готовы максимально через 36 часов после теста. И, скорее всего, раньше, чем 36 часов. Следующий момент. Стоимость такого теста 119 шекелей для тех, у кого карты нет и 89 шекелей для тех, у кого есть карта Lifestyle. И давайте теперь рассмотрим подробнее о том, по каким адресам можно сделать данную проверку. Мы с вами нажали на эту ссылку. Перед нами открылись все адреса, в котором можно это сделать. Мест пока не так уж и много, но среди них есть такие ключевые места в разных регионах. Например, в таких городах можно сделать тест Твери, Кириат-Биалик, Хайфа, Нитания, Ерцлия, Тель-Авив, Бадьям, Петахтиква, Решон-Лицион, Ашкелон, Баршева, Мадеин, Иерусалим и Кварсава. Только в этих отделениях Суперфар можно сделать такой тест для вылета. Но в этой таблице представлены не только названия мест и адреса, но также часы работы данных отделений, в которых можно сделать эту проверку. Дальше. Другой важный момент. Давайте с вами... А, еще обратите внимание, что если у вас есть какие-то вопросы, то можно позвонить по данному номеру или же написать сообщение. Это очень хорошо, потому что, к примеру, вы сдали анализ на коронавирус, ждете результаты, и вдруг там какая-нибудь ошибка в фамилии, неправильно написали букву или что-то такое, то можно связаться с теми, кто отвечает за результаты тестов. Итак, давайте рассмотрим, что же за анкета, которую необходимо заполнять. Для этого мы с вами переходим здесь по ссылке, и перед нами открывается анкета. Здесь представлены города, в которых эту проверку можно сделать. И, допустим, вы живете где-нибудь, ну, скажем, например, в Хайфе, и вы желаете сделать эту проверку в Хайфе. Для этого выбрали мы с вами правильный город, правильное отделение, и начинаем заполнять. Значит, строчки такие, здесь необходимо ввести номер паспорта, с которым вы летите, имя, затем номер тыуда отзывут, фамилия, какой ваш пол, дата рождения, имейл, номер телефона, день, в который вы делаете тест, и какой больничной кассе вы относитесь. И затем просто нажимаете на слово «Зарегистрироваться». Я не буду сейчас это делать, потому что мне это не нужно, не буду отнимать чью-то очередь. И обратите внимание, здесь написан очень важный момент, то, что тест ПЦР, именно только такой тест ПЦР принимается для вылетов из Израиля. Других вариантов нет единственных. Далее, что еще, то, что результаты теста придут в течение 36 часов. То есть, получается, что если в течение 24 часов вы еще не получили результаты теста, то подождите 36. Если спустя 36 не придет, то свяжитесь по тем координатам, которые я вам показывала ранее, имейл или номер телефона. Все очень просто, заполняете анкету, я думаю, что в конце, после того, как вы это все заполните, придет к вам либо штрих-код, который нужно будет, либо сфотографировать на телефон, либо сделать скриншот, если вы с телефона делаете, или распечатать. И обязательно принесите эту информацию с собой. Зачем это нужно? Потому что именно эти данные, которые вы укажете в этой анкете, будут написаны в результатах теста. И смотрите внимательно, чтобы вы писали именно тот паспорт, тот Даркон, с которым вы летите, тот, который у вас по билетам. Потому что именно это проверяется на стойке регистрации в аэропорту. Вот, в принципе, все очень просто, заполнили анкету, пришли, написано, что очередь также брать заранее не нужно, и все достаточно просто. Так что желаю всем хороших поездок, спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите их под видео, постараюсь ответить. Всем пока-пока!